Сегодня в программе. Что делать, если опоздал самолет? Как справиться с весенними расходами на дачу без ущерба для семейного бюджета? Какими бывают круассаны? Можно ли научить ребенка любить молоко? И чем пахнет настоящее сливочное масло? Опоздали не вы, а самолет. Срываются планы в командировке, укорачивается долгожданный отпуск. Какие права у пассажиров и обязанности у авиакомпании, если рейс задержали? Представители последней, согласно правилам воздушных перевозок, должны довести до сведения пассажиров, почему неувязочка вышла и как долго людям терпеть лишения. Для этого нужно подойти на фирменную стойку и сделать отметку на билете. Причины изменений в расписании разные. Плохие погодные условия, техническая неисправность лайнера. Вносят свои коррективы из-за бастовки работников и неугомонные авиадебоширы. Иногда посиделки в аэропорту затягиваются на несколько суток. В случае задержки авиарейса по метеоусловиям, либо по техническим причинам, перевозчик должен представить пассажиру комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми с возрастом до 8 лет. Возможность отправки двух сообщений электронной почты, либо двух звонков в случае задержки самолета более чем на 2 часа. Обеспечение прохладительными напитками в случае задержки более чем на 2 часа. Обеспечение горячим питанием в случае задержки более чем на 4 часа и впоследствии каждые 6 часов, если задержка в дневное время и каждые 8 часов, если задержка в ночное время. Обеспечение гостиницы в случае задержки более чем на 6 часов в ночное время и 8 часов в дневное время. И доставку транспортом бесплатным от гостиницы до аэропорта. и хранения багажа. Если перевозчик отказался предоставить благо цивилизации, ешьте, пейте, ночуйте, но при этом сохраняйте все чеки, чтобы вернуть свои кровные в судебном порядке. Иногда авиакомпания подыскивает для клиента варианты перелета другим воздушным судном, своим или конкурента. Требовать пассажира доплаты не имеют права. В случае же долгой задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку 25% минимального размера оплаты труда за один час от срочки. Но эта сумма не может превышать половину стоимости билета. Хлопотное время наступило для дачников. Участки, подзабытые за зиму, требуют внимания, времени, сил и денег. За 3-4 месяца, когда дачные домики стоят одинокими, покинутыми, часто появляются проблемы. Талые воды могут стать причиной эрозии бетонных оснований, а значит, фундамент требует укрепления. Могут потребовать серьезного ремонта и инженерные коммуникации, скважины, септики. В теплое время дачники стараются выполнить львиную долю необходимых строительных работ. Кто-то хочет утеплить дом, кому-то нужно пристроить веранду, террасу или кладовую. Весной вырастает количество так называемых дачных трат. Сюда можно включить покупку инвентаря, инструментов, удобрения, рассады. Не помешает и небольшой ремонт построек. Сумма в итоге может получиться достаточно внушительной. И чтобы расходы не ударили по карману, можно оформить кредит. В этом случае семейный бюджет не страдает от больших трат. Постепенные выплаты по графику снижают нагрузку. И если следить за предложениями, то можно найти интересные варианты. Как правило, в преддверии дачного сезона банки часто предлагают специальные условия. С 16 мая в банке «Восточный день продаж». Это удобно для многих. Можно выбрать удобное время для визита и успеть оформить кредит на необходимую сумму по достаточно комфортной ставке. Для кредита на дачные нужды необходим минимум документов. Ни страховка, ни поручители, ни залог не потребуется. И сроки одобрения заявки, как правило, тоже невелики. Это позволяет в кратчайшее время реализовать свои планы и наслаждаться дачным отдыхом все лето. Круассаны любят во всем мире. Да и рецептов приготовления выпечки сегодня множество. В каждой стране сложилась своя культура подачи свежих утренних булочек в форме полумесяца. Круассан чуть ли не символ Франции. И первая ассоциация при его упоминании связана как раз с этой страной. Но, несмотря на французское название, придумали лакомство в Австрии. И называлось оно тогда «Венский рогалик». В Париже кулинарные изделия появились в начале прошлого века и быстро завоевали популярность у покупателей. Французы обожают начинать свое утро с чашки горячего шоколада или кофе, заедая напиток круассаном. Кстати, невероятная популярность выпечки впоследствии повлияла на появление различных булочек из дрожжевого теста. Это слойки с шоколадом, изюмом и яблочным пюре. Круассаны готовят из слоеного теста с добавлением большого количества масла, чтобы изделие получилось пышным. В роли наполнителей используют варенье, джем, шоколад, кондитерский крем. Однако круассан едят и в качестве закуски на обед или как сэндвич к ужину. Выпечка сочетается почти с любой, не обязательно сладкой начинкой. Уважаемые покупатели, приглашаем вас на дегустацию молока шоколадного. Молоко шоколадное торговой марки Хароль. Изготовленное из натурального молока, без красителей и консервантов. Полезное с приятным. Если даже маленький ребенок с классическим молоком на «вы», то оригинальный шоколадный вкус его может заинтересовать. И тогда организм получит порцию калия, который так необходим для работы сердечно-сосудистой системы. Школьникам стакан необычного напитка поможет снять умственное и эмоциональное напряжение после уроков. Да и взрослым он поднимет настроение. Очень вкусное, приятно. Детишкам вообще будет отличное. Да и бабушкам тоже. Я внучки вот беру. Хорошо. Да, вкус чувствуется, прям шоколад. Очень вкусное. И где вам купить? Хорошо, сейчас купим. Мне очень понравилось это молоко. Оно вкусное, натуральное. И должны все это пить. На прилавках магазинов этот пастеризованный молочно-шоколадный напиток – новинка от приморского производителя. Его жирность 2,5%. Срок годности – 10 суток. Изготовлен на цельном молоке. В составе никакой химии, все натуральное. Хранить его нужно только в холодильнике. Как вам молочко? Сегодня в другом магазине ребенку купила такое. Мне очень нравится. Напоминает вкус молочного шоколада. Кто любит молочный шоколад, тем очень подходит. К тому же сделан из натуральных продуктов. С дегустацией нового продукта от Харольского молочного завода без подарков не ушел никто. Всем вручали мини-шоколадку и фирменный магнитик. Смотришь на него и вспоминаешь, что в холодильнике чего-то не хватает. Король его величества просил ее величества, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Самое сложное в этой задаче и найти хорошую молочницу. Ведь многие производители сейчас работают все больше с растительными жирами. Хотя в составе настоящего сливочного масла должны фигурировать только сливки, цельное молоко и иногда соль. Отсюда и достаточно высокая цена и калорийность. Все продукты с жирностью ниже 70% это уже не масло, скорее маргарин или растительно-сливочная смесь. То есть именно тот случай, когда ромашки на упаковке более уместны, чем буренка. Многие двуногие предпочитают на завтрак мармелад, а также пастилу. И даже масляные спреды имеют своего потребителя. В них нет большинства полезных свойств сливочного масла, зато ниже уровень холестерина и себестоимость, чем и пользуются многие нерадивые молочницы. Если запах чувствуется даже через упаковку, если смесь легко намазывается, если на ломтике выступают капли, не платите за этот продукт цену настоящего сливочного масла. Даже король не стал бы так поступать. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Наши партнеры. Харольский молочный завод. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. Благодарим Банк Восточный за предоставленную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова